Замерзающие жители Шахтинска требуют снять с должности Акима и директора ТЭЦ. Только в феврале на теплоисточнике произошло два сбоя, когда якобы из-за осадков вода в системе отопления остывала до 36-40 градусов. Почему на протяжении многих лет в квартирах шахтинцев холодно, узнавала Людмила Батюшкина. Не, не купаемся уже, вот неделю уже не купаемся, потому что дома очень холодно, не можем ванной даже нагреть. Олеся Авдошкина не знает, как согреться и согреть свою семью. Даже старший внук в одежде и под двумя одеялами замерзает к утру так, что мочится в постели. Месяц дети на больничных с кашлем и конъюнктивитом. Невозможно. Ну, встаешь утром, прям ледник, вот прям холодно. У нас даже окошки все заледеневшие, говорят, что резинки, но мы все меняли, резинки все меняли, и прочищали трубы, и промывали их, и каждый год промываем, и в подвале все делаем, и платим за это, а толку никакого. Такие счета мы даже не знаем, как мы расплатимся в этом месяце. До января, по словам жителей, отопление было в норме, но уже полтора месяца люди на обогревателях. И помимо отопления оплачивают двойные счета за электроэнергию. При этом тарифы на отопление только в этом отопительном сезоне повышались уже дважды. Достучаться не могут ни на ТЭЦ, ни в Акимат. Просили встречу с властями, получили отказ. Поэтому создали инициативную группу. Перед наступившими морозами у нас просто выстудили все квартиры, потому что ТЭЦ остановилась почти в ноль. Это вот 5 числа, да? И 5, и 15. Они были почти абсолютно холодные батареи. Даже вот этому графику они не соответствуют. У нас никогда не было на подаче в доме, допустим, 72 градуса. Никогда. Вот сейчас, судя по этому графику, при минус 32 у нас на подаче должно быть 95. Шахтинская ТЭЦ была первой в Казахстане, где произошло страшное ЧП. В 2005 году она вышла из строя, и шахтерский город разморозился полностью, а люди перешли на буржуйки. Уже 30 лет она не вырабатывает горячую воду, не хватает мощности. Хотя до 1993 года горячая вода была. Да и сейчас руководство ТЭЦ уверяет, что никаких аварий не было. У нас не было аварий. Как не было, если температура падала? Я вам говорю, аварий не будет. Станция работает в штатном режиме. У нас из трех котлоагрегатов два в работе, один в резерве. Температурный график удерживается. Все жалобы реагируются. Дома не готовы к отопить на сезон. То, что я знаю, некоторые вещи были. Вот в подвале тепловые сети ходили, подвалы, элеваторные узлы не готовы, шайбы дырявые, байпасные линии полуоткрытые, задюшки не держат, стояки забитые. Вода течет во многих случаях. Вот только жители Шахтинска не согласны, что во всем виноваты они сами и обращаются к президенту страны. Жители нашего города очень довольны руководством. Многие жители требуют не то, что просят, требуют смену руководства. Руководство ТЭЦ, снятие Акима с должности. Если в прошлом году, при прошлых аварийных ситуациях, мы как жители входили в положение, поскольку человек новенький, он не вник в эти проблемы. И в этом году мы уже как потребители, мы не хотим входить в положение и понимать. Мы просто слезно уже обращаемся к господину президенту нашему, потому что получается, что пока к нему не обратишься, никакая вода под этот лежачий камень не потечет. Пожалуйста, если это возможно, все комиссии, какие можно отправить в наш город, антикор, департамент по экономическим расследованиям, правительственные комиссии, у меня большой привет нашим народным депутатам. Господин Шаталин, обратите, пожалуйста, на нас внимание, приедьте в свой родной город, посмотрите, что здесь творится. В Акимате также не видят никаких проблем и уверяют, что жалуются лишь единицы. Тем не менее, пригласили инициативную группу на встречу с Акимом.